Конец весны, начало лета и время посещения театров. Здравствуйте, в эфире добрые новости от Аки Пресс. В Бишкеке впервые пройдет кросс-жанровая постановка «Разговор душой. Время поговорить» с участием известного российского актера Марата Башарова и известного бизнес-тренера Шамиля Аляуддинова. Вчера на пресс-конференции в Аки Пресс Марат Башаров поделился своими впечатлениями. И первое, что его поразило, это чистый и свежий воздух Кыргызстана. Ну и, конечно же, наши добрые и честные люди. Братья и сестры. Остался бы, но вы не оставляете. Посмотрим, как сегодня пройдет наш спектакль. Может быть, мы и на завтра, нас зрители оставят. Мы с удовольствием. Впервые в истории кыргызстанка Джейдеш Идрисова вошла в состав жюри конкурса «Евровидение-2016». По словам певицы, она старалась быть объективной в выборе победителя этого конкурса. С прошлой недели во Франции проходит Международный Каннский кинофестиваль. И фильм кыргызстанского режиссера «Под небесами» будет впервые представлен в киномаркете в Каннах. Каннский киномаркет помогает молодым режиссерам устанавливать полезные связи для дальнейшего сотрудничества. Ну а теперь хорошая новость для всех любителей и фанатов легкой атлетики. Число 13 стало счастливым числом для легкоатлета Ильи Тяпкина, так как он является 13-м спортсменом, который получил путевку на Олимпиаду в Рио. До этого спортсмен выступал в трех лицензионных турнирах. Кроме того, на Игра 2016 года в Рио будут представлять спортсмены следующих видов спорта. Это бокс, легкая атлетика, тяжелая атлетика, греко-римская борьба и вольная борьба. Мы надеемся, что количество спортсменов, завоевавших лицензию на участие в Олимпиаде в Рио, с каждым днем будет увеличиваться. Житель Иссыкульской области приобрел большой участок земли, который был непригоден для выращивания плодовых деревьев. На 70 гектарах земли садовод посадил яблони, груши, черешню и абрикосы. Для того, чтобы саженцы деревьев не погибли, садовод установил трубы для капельного орошения, благодаря чему Арстамбек хочет в этом году собрать 100 тонн урожая. Кроме того, Арстамбек разводит красивых павлинов и фазанов, а его главная цель – это развивать экотуризм в нашей стране. Ну и еще одна приятная новость про возрождение садов. В Бишкеке, в Ботаническом саду имени Гореева, появились статуи животных, сделанные из сухих веток. 21 мая на территории Ботанического сада пройдет фестиваль «Зеленый Бишкек. Возрождение Ботанического сада». Я думаю, что это хорошая идея возрождения нашего Ботанического сада. Дорогие жители, цените то, что вы имеете. Спасибо большое за внимание. С вами были Добрые Новости от Акипресс.